всем привет мы в настоящей жизни у андрея с машей и я привезла сергей петровича сюда работать теперь он больше мне не помогает по хозяйству вот знакомиться с новой фермой у него теперь много подопечных 40 голов у меня слишком тяжело у меня много коров у меня много кого нет птицы птицы теперь очень много ну в общем да короче он сказал все это профанация сама справишься вези меня к своим друзьям я их тоже канал смотрю до сергей а сколько вы маша с андреем смотрите тоже два с половиной года где-то смотрит канал поэтому она хорошо знает сегодня отлично познакомился так что вот привезла прощаюсь сергей петрович им едут домой это не шутка чем у меня но действительно смотрите 1 дойная корова что там еще тёлка нетель 1 корова в запуске бык лошадь 6 коз 20 индюков 100 кур плюс минус то может быть уже их не 190 бройлеров штук 48 вот может меньше не помню короче говоря профанация а тут вот видите андрей один ему тяжело короче надо помогать а я забыл у меня же еще 10 детей так что у меня помощников полно справимся сами и 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 trabalho Пару в сараев переоборудован. Пару в сараев переоборудован. Он сейчас уже у тебя остается. Как это переоборудоваться? А сейчас ты его где класть собрался? Я еще не поняла. Да, есть домик. Домик есть? Точно, да? Так, ну смотри. Тут еще и зарплата, и пропитание. Там не забывай. Вот. Я переживаю за Сергея Петровича. Не переживай. Мужчина крепкий. Я думаю, все будет все в порядке. Ну, в общем. Удачи вам с Сергеем Петровичем. Надеюсь, что все будет хорошо. Вот они. Молочные коровы. Сергей Петрович, а руками доить умеете? Смотрите здесь, какие сисяндрочки. Вот. Вот. Я вчера доила. Ну, это не считается. Вот это тоже. Прям такая. Классная. Ну, как вам? Замечательно. Че? Ну, дай ей. Ну, хорошо. Пойду с молком сбегать. Давай, давай. Так. Сергей Петрович доит коз. Запечатлеем этот момент. Это все, что у них осталось от дойного стада. Их всего 40, но дойных только 4. И то... Нет, разница, потому что это дойная. Да, да. Все больше нет. Все больше нет. Вот. Запечатлеем этот момент. Все запомнили, да, что Сергей Петрович доит коз у Андрея. Не, а что, хорошо получается? Пейте, дети, молоко, будете здоровы. С козами бывает засада, они иногда от мух отмахиваются и ногой прямо в это ведро. Так, Сергей Петрович нам показал мастер-класс. Теперь я ему покажу, что такое мастер-класс у меня. Сейчас он додует. Прям, видишь, как классно. Прям в тряпочку, Андрей. Все, мы подоили. Сколько она здесь дает? Я не знаю, чуть больше половины ведерка. Сколько она у тебя дает, эта коза? Что, я смотрю? Это нюша же или никто? Нет, это крайняя. Она как нюша почти дает, до полтора уедет. Вот, гляди. Опа. Ничего ты. Ничего. Боишься уронить ведро. Я уже взял. Мастер-класс. Ты хочешь? Да, конечно. Ты там остальные. Ко-моему, ты ходуешь. Дай, дай, дай. Дай, дай. Аккуратней там. Сейчас накула будет. Своих коз не хватает? Не выпендривайся. Косовки устанут. Вот эта сисяла. Сейчас мы ее оставим, а ее поменяем. Она уже устала. Для разнообразия. Интересно, конечно. И руки отдохнут. Ну, когда 17 дойных руками задоили, было, конечно, тяжело. 17 считать тяжело, не то, что доили. Тогда, конечно, нам пора тоже. Но руками все равно чище. Руками все равно. И даже, мне кажется, быстрее в какой-то мере. Меньше колготинты. Меньше движения этих лишних. С коровами это все оправдано. С козами не знают, сколько надо коз, чтобы было это. Хотя 17 я бы тоже не стану кормить. Ну как? Мастер. Больше меня надоело. Молодец. Мел не в том же больше. Надоело козу. Нет, мастер. Не пошутить. Если бы коза... Блин, было бы прикольно, если бы на дое козы зависели доеры. Да, да, да. Доеры были бы на вес золота. Говорят, что зависит. Ну, прямой зависимости нет. Ну, то есть ты сегодня не увидишь. Какое-то время должно пройти. Да. Теперь показывает мастер-класс Андрей. На самой маленькой сиське. Ну да, на самой большой уже, да. А тут у нее все равно, смотрите, протоки маленькие. Да? Тоненькие. Она одна из самых таких чувств. Ой. Прямо. Здравствуйте. Сегодня не так, а даже... Я пишу, короче, можно, если что, я вас обниму. Ну, Маша говорит, ну, прочитала это все. А, не, и потом... Андрей уходит через какое-то время. И Маша начинает читать из Ташкента в Краснодарском. Если что, можно вас обнимать? Она говорит, ну, конечно, можно. А Андрея уже не было. Пришлось одну Машу обнимать. Ну, как тебе работник? Хороший работник. Остается. Он говорит, у тебя делать нечего. Ну. Поэтому, как бы... А я как раз шла, думаю... Не занимайся профанацией. Около козлов надо почистить. Ага. Вот, Сергей Петрович, видите, уже следующий фронт работает. Там кормушка у козлов. Проходили мимо. Ну, сейчас мы пока доим. Козлятничек надо покосить уже, скорее всего. А, козлятничек, это травку. Да. Сергей Петрович, у них тоже есть этот мотоблок. Вы, наверное, нажито привезли. Нет мотоблока, Андрей, мне доложи уже. Как нету? Как нету? Подложим мотоблок. У меня только насадка. А, только насадка. Козлятничек, ты говоришь, козел. Забирайте обоих. Короче, я поняла, как я выйду из положения, чтобы Сергей Петрович остался у меня в хозяйстве. Надо просто его расширить. Благодаря тому, что... Сергей Петрович, не откорвите немножко, чтобы не смог уйти далеко. Нет, не Сергей Петрович. Вот, вот, вот эти козы продаются все, плюс там еще молодняк. Нет, вот эти конкретно не продаются. Все, нам надо две хотя бы себе. Вот там молодняк показывай. Сейчас покажу. Мясо. Где? Вот стоит, красивое. Пятнистое мясо? Да. Блин. Так, дальше. Это прошлогодний молодняк, они не покрыты, не дойные. Дальше лежит. Прошлогодние, не дойные. Лежит кто? Не покрыты, не дойные. 86, 100, 100. Дальше. Что я не вижу? 75. Ага. Что у нас там дальше? 86, 86, 100, 93. Мммм, 100. Обалдеть. Все, забираем. И вот. Ай, да, я забыла, что там-то еще целая куча. Это молодняк этого года. Короче, кто продается-то? В основном 75, ну все продаются. Все продаются. 75, 80, 70, половиной процентов. Это все девочки. Девочки. Продаются девочки в настоящей жизни. Сергей Петрович, покупаем? Остаетесь у нас? Торгуемся, да. Торгуемся, но покупаем. Ладно, на двух машинах увезем, Маш. Обещаю. Ну мелких мы можем упаковать себе в памперсы. И повезти реально в этом. В шалене. Так, сик. Что, недодаила я? А, контрольно, да? Есть кони, в яблоках. Они полностью линяют когда-нибудь, нет? Наверное, да, если ей будет обо что-то чесаться. А, они счесывают это, да? Вообще, Макс вылинил уже. Который... А, ну да. Который мужик. А девочки, что-то нет. Яхи. Держали когда-нибудь, нет? Нет. С баранами не имели дела, да? Конечно. У меня московские друзья. Тебе надо-надо разводить баранов и индюков. Это самое типа экологичное мясо. Вкусно. А ты нюхала вообще? Нет. Присядь, понюхай, они реально пахнут, как дорогой мужской парфюм. Мне предлагают понюхать барана. Парфюм тебе предлагаю. Ну, реально, я тебе говорю, они пахнут. Ну, давай, нюхайте, давай. Он рыгнул. Ну, ничего так. Травка переваренная. Ну, ты делишься, не жвачку просила. Ух ты. Ух ты. Видел какой-то? Да. Они же всегда без дорогов, да? Они от природы, кому? Декольные. Стоят дорого. Ну, давай. Парфюм, что ты делаешь. Привет, козел, какую-то большую ты. Слай, 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 я пришел бодаться. Еще дороги. Давай еще. Уже знает. А велес? Не даст? Велес вообще даже подойти к себе не даст. Да. Ничего себе. Он здесь его поймать и начнет лизаться. Но он сначала поймает. За бороду хватает. Привет. Привет. Давай, ребят. Что у вас тут происходит вообще такое? Мы же мы так не рассчитываем. Макс даже обхакался. Счастье, что на него не сели. Давай из Макса вытащим последний вот этот клок, Андреш. Да. Где он? Ну, вон он. Господи, это такая речь какой-то маленький. И тебя оседлали. Смотри какой, самый адекватный. Не рвется, не носится, не бьется. Мы едем, едем, едем. Я не буду стоять. Может, поеду, нет? Зачем? Это и так хорошо. Начни с Эшли. Потому что мы же за ней вообще приехали. Все, расширяем хозяйство, короче. Забираем у настоящей жизни коз по очереди. Будем вывозить по 10 штук каждую неделю. За месяц должны управиться. А вот она. Эшляндра. Ди-дин-ди-дин-ди-дин-ди-дин-ди-дин. Так, закрываем. Ё-моё. Ё-моё. Что это было? Оп. Ладно, наденется. Две закройте, все. А, так ты. Миша, нет. Ну, а что? Все, закрываем. Дерек, а не денется. Ага, нервничает. Обалдеть. Хрюкает. Она рычит так иногда на людей. Та-рам-та-рам, та-рам-та-рам. Она такая, трам-пар. Та-рам-та-рам, та-рам-та-рам. Десятилитровая коза. Со второго кота, да. Пять литров. Ну, 4-9, ладно. А то он дремлет все время. Пять литров, пять литров. Все родные люди. Бой здорово. Спасибо. О, нормально, поместится. Два, третий. Мамочки. Вместе с Андреем можно забрать, пожалуйста? Андрей, ну куда же ты? Куда? Ты на третью зайдет, Андрюш? Пятнистая? Да. Я, кстати, так и не назвала. Окей. Назовут дети. Будет поздно. Может, назовем тебя нажать. Знаешь, дети очень быстро дали имена индюкам. Поэтому я даже не беспокоюсь. Они обязательно назовутся как-то. Станусь сзади. Да. Прикольно. Сейчас я под руку возьму. Мамочки, как вас много. Да. Собственно. Да? Закрывай. Закрывай. С Андреем, с Андреем. Андреич, залезай. Блин, опять вылез, а? Андрей, ну почему ты не хочешь ко мне ехать? Туда менять. Ну, давай уже. Ну, давай уже. Пендали под жопу. Ну, да. Давай. На место-то побольше, клетка поменьше. Клетку можно было вот до конца сделать. Надо было их в края делать. Ну. Ладно, теперь в следующий раз уже. Ладно, ребятушки, поехали мы. Всем спасибо. Привет. Ой. Пока. Всем пока. Ставим лайки, подписываемся на канал. На все три канала. А, нет. На все три канала. Ой, блин. Блогеры собрались. Расплодились тут. А кто там блогер? Кто там? Ютуб не видел. Я Макс, Юсика. Пока. 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 Ой, мой. Так, Сергей Петрович. Мы дома наобнимаемся. Пока. Хорошей дороги. Пока. Пока. Я не знаю, нет. С сеном сейчас поедем. А. Потому что. У тебя тут не горка. Ты что? Будем иметь в виду. Там мы сестренку Познавашки привезли. Тебе надо будет ее назвать, София. Нет, это Познавашка ты назвала. А сестренку ты ее еще не видел. Та-дам. Это сестра Познавашки. Вот это тут место. А там ты взрослый ходит. Что делать вы вообще вставать-то собираетесь? Выходить будете? Матроны, входи. Отходите. 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 Вообще не хотят уходить Гляди-ка Давай-давай-давай Заходим Заходим, заходим Девочки, заходим Расслабляемся Все у нас тут хорошо Сюда можно выходить гулять Вот правильно пописали Все здесь писают, правильно